Друзья, я сегодня нахожусь в образе мини-гота. Мини-гот это такой российский термин, которым обозначают людей, которые поверхностно заинтересованы готикой. Надеюсь, что к концу программы мы с вами достигнем более высокого статуса в этом мировоззрении, в этом искусстве, в этом творчестве. Итак, мы начинаем программу, посвященную готике. Целый час готики на телеканале MTV, такого не было никогда. Да, и сейчас небольшое светлое пятно на нашем мрачном готическом празднике. Два билета на концерт «Молоко» достанутся тому из телезрителей, кто правильно ответит на вопрос. В каком году была создана группа «Молоко»? Пока вы думаете, на нашей сцене представители российской черной сцены. Крусификшн! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Другие интересы Анеч maison Другие Другие словы Рай� Гритры создавал DimaTorzok Другие словы Другие словы Другие словы Другие словы Другие словы В целом, как раз тоже обилием сверкания, чего-то такого яркого и необычного. Спасибо большое. И прямо сейчас я хочу дать слово людям, которые наверняка лучше, чем я, разбираются в этой музыке, нашим зрителям, которые пришли сегодня. Тебя как зовут? Ахма. Ахма, очень приятно. Кстати, давно ты живешь под этим именем? Очень приличное время, около трех лет. Около двух лет. По поводу имен у меня будет отдельный вопрос, а пока твой вопрос группы. Я хотела задать такой вопрос. Я очень часто была на ваших концертах, я заметила, что многие фанаты идут все очень агрессивно и так далее. Что вообще вы ждете от нас? Как мы должны себя вести, чтобы вам это было приятно? И когда мы сможем вам это продемонстрировать? Когда следующий концерт? Ну, я отвечу сначала на первую часть вопроса. Ну, наверное, мы же никакой агрессии, конечно, от вас не ждем. И главное, чтобы вы себя чувствовали комфортно. И это самое главное. Следующий концерт, это 26 июня. Это в эстакаде, мы выступаем с финской группой, которая называется Fragile Hollow. Спасибо большое. И у нас есть телефонный звонок. Алло. Алло. По-моему, уже нет. Либо это звонок был из склепа. Опять-таки, оттуда плохо проходит голос. Еще один вопрос. Готика – это одно из самых мистических направлений в музыке, в искусстве. И, к примеру, московская год-группа «Двар» утверждает наш телезритель, который никогда никто не видел и не слышал вживую, утверждает, что им является некое таинственное существо, которое им и диктует и музыку, и тексты. В вашей музыке есть место мистификации в вашем творчестве? Я думаю, мы сами одно большое непонятное мистическое существо. И нам не нужны никакие подобные силы извне, чтобы творить. Спасибо большое. И еще один вопрос. Как тебя зовут? Меня зовут Дэморис. Очень приятный твой вопрос. Ребят, сейчас Готика, к сожалению, стала очень популярной, и немногие люди понимают действительно суть этой культуры. С чем вы ассоцируете для себя Готику? Что она для вас? Или это просто способ заработать деньги на ночеринках? Жесткий вопрос. Требует честного ответа. Совсем честного? Ну, для нас, мне кажется, каждый занимается тем, что ему нравится, во-первых. Если это нравится, если это нравится большому количеству народу, почему нет? Почему это плохо? Я, например, не считаю, что все, что нравится, как бы, все, что популярно, это плохо. Если Готика стала популярной, я думаю, это хорошо. Посмотрим. По крайней мере, у нас есть опыт многих групп, которые, став популярными, вышли в тираж и перестали быть уже ласт такой лакомым кусочком. Я думаю, что это связано, скорее, не с этим. Мне кажется, что просто рано или поздно творчество, как бы, любое, оно истекает, да? И, как бы, если группа, там, выпускает, там, не знаю, там, 10 лет существует, там, выпустила 10 с половиной альбомов, ну, конечно же, уже трудно придумать что-то новое. И, как правило, успешными становятся те группы, которые каждый раз приносят в свой стиль что-то новое и не устаревают, как бы, не остаются на той точке, с которой они начали. Чего вам и желаем. Спасибо. И у нас есть все-таки телефонный звонок. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Юля. Юля, у вас нет, собственно, готического псевдонима, готического имени, да? Ну, пока нет. Надо подумать над этим, мы все вместе сейчас подумаем. Юля, это не самое главное в жизни. Возможно, к концу программы подарим его вам. Задавайте свой вопрос группой. Привет. Привет. Вот скажите, пожалуйста, вот вы играете в готических мальчиков, а любите ли вы, чтобы с вами девушки играли в готических принцесс? Конечно, любим. Спасибо большое. Я сегодня на протяжении двух часов наблюдала в гримёрке, как девочки группы Crucifixion играли с ними в готических принцесс. Очень захватывающее зрелище, так что они не обманывают вас. Еще один вопрос. Готика — это прямой потомок панк-рока. И мы помним, что девиз панков — это «Punks not dead», девиз Готов. Помнишь девиз Готов? Готов с нам дайс. Совершенно верно. Готы бессмертны. Но, тем не менее, панк-рок сошел уже практически на нет, да? И скорее пациент мертв, чем жив. Скажи, пожалуйста, как долго протянет готика? Мне кажется, что вообще не стоит так говорить. Любое течение, оно как бы перерождается, оно изменяется, и это нормально. Ничто не стоит на месте. Панк-рок тоже из чего-то родился, надо это тоже понимать. И я не думаю, что готика в нынешнем виде, в том, который сейчас она имеет, я думаю, какое-то время протянет, но я не эксперт, и я не собираюсь давать каких-то точных прогнозов. Ну, а если что-то в ней изменится, почему это плохо? Это хорошо. Кстати, по поводу того, что панк-рок мертв, я думаю, в понедельник сможет со мной поспорить группа Naive, которая будет у нас в гостях. В понедельник, пожалуй, я не буду повторять свою точку зрения. И прямо сейчас давай подведем итоги, выберем лучший вопрос, подарим автору подарка, какой тебе понравился более всего, показался самым интересным. Можешь взять полминуты на раздумье и посоветоваться с коллегами по группе? «Черное братство» ушло в раздумье и через секунду вынесет нам свой вердикт. И победитель у нас получит, кого бы ни выбрала группа, получит два билета на фильм «Послезавтра». Это фильм «Катастрофа» и два приглашения в кинотеатр «Киностар Делюкс» и также постер этого кинофильма. Кому же это все достается? Итак, это все достается девушке, которая спросила нас, когда у нас будет следующий концерт. Ахма! Я думаю, что ты найдешь, с кем сходить на этот фильм. Это тебе. Итак, я тебе расскажу пару слов об этом фильме, если смогу вспомнить, найти в своих... Нет, наверное, сейчас не смогу, расскажу тебе позже. «Час готики». Я надеюсь, что в ваших склепах и гробницах ловят наш телеканал, и у вас есть прекрасный шанс насладиться звуками готического рока. Сегодня у нас в гостях группа, которая изобрела по их собственному утверждению собственный новый стиль, который называется «Глиттер Год». И сейчас мы в этом убедимся. «Крусификшн». «Глиттер Год» «Глиттер Год» «Глиттер Год» «Глиттер Год» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок